Всем привет! С вами Ольга Чарнова, моя огородная азбука. Сегодня 7 марта. Сразу предварительно поздравляю всех девочек, потому что завтра возможно меня вот так вот такого видео со мной не будет, а просто будут одни томаты. Поздравляю всех с праздником, больших урожаев, здоровья, семейного счастья, всего-всего. Это все нам пригодится в начале сезона. И сейчас мы поговорим на тему отличную от томатов, потому что я увлеклась, у нас все томаты, томаты, томаты. Но есть один овощ, который удается тоже не всем. Это капуста. И многие весной, когда видят на базаре вот такие здоровую, толстую рассаду капусты, они удивляются. Ну почему я сею вот дома, ухаживаю, а у меня тоненькие, маленькие. И когда люди сеют самостоятельно, ну никогда не получается такой капусты, как на базаре. Вот прям она такая, уже можно сказать, взрослая. Где же ее так выращивают? Некоторые овощи думают, что она только на подкормках, но это не так. Выращивается она обычно всегда в естественных условиях. Я сама выращиваю такую рассаду капусты, но много лет выращивала. У меня покупали люди для торговли на базаре. Именно получается вот такая толстая, здоровая. Но как получить такую рассаду? Для того, чтобы знать, как получить, мы должны немного поближе познакомиться с капустой. И немногие знают, что технология выращивания, вот рассада капусты, она в корне отличается от выращивания томатов, перцев, баклажанов. Новички должны обязательно знать, что у нас, если томаты, перцы и баклажаны очень любят тепло, теплые условия и свет, то капуста полностью противоположная. Она любит холод и свет. Это я ее, как называю, овощ-поперечник. Всем так, а ей не так, ей нужно наоборот. И поэтому выращивание в домашних условиях обычно плачевный результат получают люди. Я вот взяла статью трехлетней давности. Ничего не изменилось. Я сейчас самые важные моменты напомню тем, кто только начинает, вот только хочет вырастить первый раз или несколько неудачных было опытов. Все должны знать, начинающие, что вырастить рассаду капусты здоровую, крепкую, в домашних условиях практически невозможно. Ей полностью не подходит наш вот этот климат. Но не хочет она расти в тепле. Ей нужен свет, ей нужен холод. И самая лучшая капуста получается рассады, я имею в виду, при выращивании вот там у нас на улице. Можно дома посеять, конечно. Вы возьмете лоток, посеете, она хорошо всходит, у нее всхожесть прекрасная, она взойдет все. Но как только она появится, все знают. Она моментально вытянется, прям за день, за два, вот такая, будет на тонкой, на тонкой бледной ножке, вот так будет качаться. И в результате она или упадет, или ее черная ножка сожрет, или она просто завалится. Ее некоторые подгребают, ее некоторые окучивают, подсыпают. Но это слишком много трудозатрат для того, чтобы вырастить такую простую рассаду. Есть совсем другие методы. И вот такая домашняя рассада, она редко доживает до высадки в открытый грунт. Если ее высадишь в открытый грунт, она получается не очень крепкой, долго болеет при пересадке. Ну все, короче, никакая она. Так. Вот написано в статье у меня. Первое правило выращивания хорошей рассады капусты, не пытайтесь выращивать ее в домашних условиях, в домашних помещениях, где тепло, где мы живем, где нам хорошо. Там ей плохо, ей нужно более холодный климат, в котором ни томатом, ни перцем, ни человеку неуютно, а ей хорошо. И вот я много лет по молодости пыталась выращивать капусту, рассаду капусты дома. Сеяла, она у меня была слабая. Я ее пыталась и туда-сюда таскала. Ее то ветром сдует, она упадет, то черная ножка. Но в то время, когда я только начинала, еще не было такой распространенной сети интернет. Вот все эти, сейчас мы советы, комментарии читаем, что-то там усмотаем. И мы раньше можем овладеть вот этими знаниями, которые много лет назад только опытным путем можно приобрести. Я много лет училась, пока я не узнала, что ей нужен холод и ей нужен свет. Больше ничего ей не нужно. Она не тепличная, вот эта рассада, а именно она такая, и она очень морозостойкая. Она потом молодая, рассада до минус трех выдерживает мороз. Вот все это я сейчас расскажу. Вы должны знать, что капуста очень холодолюбивая. Именно не холодостойкая, когда растение может вынести холод, а холодолюбивая, когда ей это жизненно необходимо. Без этого она будет плохая. Вот холодостойкая, холодолюбивая, два разных понятия. Капуста у нас именно холодолюбивая. Томаты есть некоторые холодостойкие, которые мы весной высаживаем. Но это у них вынуждено, они терпят, выстаивают. А это любит холод. Вот это запомните, и у вас все дальше пойдет как по маслу. Ну и конечно свет. Свет нужен любому растению. И вот именно потому, что она холодолюбивая, лучше всего она получается на холоде. Пусть вот вас это не пугает, как-то не волнует, но уже в начале апреля вы можете пойти посеять семена капусты. Некоторые вот конец марта, начало апреля сеют. Если у вас есть холодная поликарбонатовая теплица, прекрасные условия. Я показывала в прошлом году, в позапрошлом, когда выращивала рассаду на продажу, я просто вскапываю землю, рассыпаю дорожками, поливаю обязательно во влажную, присыпаю землей, накрываю пленкой. Она лежит. Некоторые удивляются, ну как, еще минус ночью, зачем сеять, как она взойдет и все. Вы поймите самое главное, что семена раньше времени, они не взойдут. Они будут лежать и ждать в комфортных условиях. Как только семечку, как семя для прорастания нужно же именно те условия, которые он любит, ну достаточно вот такие, например, ей надо 3-5 градусов, и чтобы было светло и днем довольно-таки тепло. Вот как только будет почва прогрета до этого тепла, такого состояния, капуста вырастет, взойдет, сразу пленку снимаем, и вот это будут у вас самые стойкие, самые здоровые, самые жирные вот эти посевы, которые в холодных условиях. Потом даже если будет, я еще раз повторю, ноль или минус один, капуста не погибнет. При таких температурах она не погибает. Вот у кого нет теплицы, я уже рассказывала, не буду подробно говорить, делают холодный рассадник. Если у меня будет время, я покажу, просто сеют дома в лоток, делают бороздки, сеют семена капусты, закрывают землей, прикрывают чем-то, выносят на улицы уже в апреле. Можно, если растаяло, вкопать в землю. Это получается как типа парника, только это не парник, а холодный рассадник. Вот в деревнях я видела, просто дырявые проржавленные тазы насыпают в них земли, немножко раз ямку, таз этот в землю насыпали, сверху закрыли чем-то стеклом, целлофаном, и она у них стоит. Когда наступит период, пригодный для всхода семян, они сами взойдут, ну и там потом уже, конечно, открывать, закрывать, поливать. Надо смотреть, чтобы не пересыхало. Все это, как сеять, я потом буду показывать, но дело в том, что вот некоторые боятся сеять в такие ранние сроки, даже если, когда капуста взойдет, у нее там один или два настоящих листа, даже если заморозки, которые томаты боятся, она переживает. Вот у меня был период, видели, наверное, у меня фотографии, вот это рассада в снегу, и одна женщина сказала, что я за вами повторила, а вот листья все эти замерзли, и все. Но вы поймите, это еще не значит, что замерзло все растение. Вот эти первые листики, два, на которых пришелся период заморозков, да, они могут обмерзнуться, но не обязательно всегда сохраняется вот эта внутри стебля точка роста. Как только будет тепло, они вылезут, а там представьте, какая уже корневая система внизу, и она догоняет остальные. Вот именно холода с капустой не бойтесь. Конечно, если будет больше, минус трех, минус пяти, люди не тканкой прикрывают, и пленками, но это все индивидуально, это смотрите по обстоятельствам, но ноль или минус два. Можно капусту даже не закрывать. Капуста под снегом, вот снегом запорошает ее, запорошила у меня в прошлом году, снегом, градом все она пережила, она потом опять начинает, берется, идет в рост и догоняет. Самое главное, что вы должны, так, если вы выращиваете в домашних условиях, есть много советов, например, посеете, поставьте в холодильник, или посеете, и держите большую часть там на веранде, на лоджии, ну там, где не жарко, только тогда будут они у вас коренастые такие, будут такие, ну именно крепкие, здоровые, не надо держать ее в тепле, и, конечно, в домашних условиях, в избежание вот этих заболеваний, черной ножки, все-таки, грунт нужно обрабатывать, противогрибковыми препаратами, а выращивание на улице, в этом случае, намного проще, там мы ничем не обрабатываем, там так холодно, что вот эти грибки, они еще не проснулись, у нас получается, что мы капусту вырастим раньше, чем начинаются грибковые заболевания, для них вот эти вот низкие температуры, они, ну как, нет еще там ничего, никаких ни плесени, ничего, поэтому выращивать капусту, только в холодном помещении, или вот в поликарбонатовых теплицах, получается, что рассада успевает вырастать до того времени, как вы туда придете высаживать томаты, или перцы, вы запросто можете уголок отвести, вырастить рассаду, убрать, потом на это место высадить, ну в этот, свои, что там, культуры, более теплолюбивые, так что вот смотрите, или холодная поликарбонатовая теплица, или холодный рассадник на улице, или сеете дома, но выставляете большую часть времени, чтобы она была только вот в каких-то температурах, пределах там 10, 12, 5 даже можно, на верандах, на лоджиях, люди в холодильниках держат, все оставлять в одинаковых условиях с томатами и с перцами, капусту нельзя, ничего не получится, у вас будет разочарование, она все равно заболеет, или даже если вы ее выходите, вы сможете ее сберечь, рассада будет слабая, и она не сможет своих ровесников уже догнать, считается как некачественная рассада, все, до свидания, я вот рассказала, так, вроде и подробно, вроде и не очень, перескакивалась, ну как, пропускала там что-то, именно подробности посева, это можно узнать потом, главное, что вы должны уяснить, что рассада капусты, она очень холодолюбивая, не надо ее пробовать выращивать дома, лучше подумайте, где вы сможете ей предоставить те условия, которые она любит, ведь как я всегда говорю, нужно изучать характеристики вот всех растений, и дать им именно то, что они любят, тогда они в ответ вам тоже дадут то, что вы любите, вот такие кочаны здоровые, твердые, все, до свидания, с праздником всех еще раз, и, Продолжение следует...